Всем здравствуйте! Когда-то очень давно я делал обзор на вот такой вот дозатор от компании Свайва. Тогда меня спрашивали, насколько он долговечный и сколько он проработает. И вот прошло уже практически три года и дозатор у меня перестал работать. Мотор работает, все гудит, мыло есть, но никакой пены из него не выходит. Скорее всего, что-то засорилось внутри дозатора, забились, возможно, трубки. И теперь его нужно разбирать и чистить, что я вам и предлагаю сделать вместе со мной. Итак, для начала извлекаем элементы питания и приступаем к разборке. Здесь у нас два винта под звездочку. Кстати, нужно открутить емкость с мылом. Заодно можем посмотреть, что случилось с дозатором за это время. Покрытие, вот это вот блестящее, это не металл, это просто какое-то металлизированное напыление. И делается оно, видно, на что-то наподобие меди. Ну, обычно, когда пластик хотят покрыть таким гальваническим покрытием, на него сначала наносят медь, а потом уже на медь наносят вот такие хром и тому подобное. Видно, где-то хром повредился и медь начала зеленеть, та, которая находится под хромом. Во всем остальном, как вы можете видеть, дозатор за все это время более-менее не пострадал. Так, здесь у нас еще два винта, но уже не под звездочку, а под крест. И теперь, я думаю, можно будет отделить верхнюю крышку дозатора. Так, внутри. Ну, лично я не вижу никакой ржавчины, никаких повреждений от влаги. В принципе, он у меня стоит на кухне, так что здесь не особо то и влажно, но все равно все сделано более-менее нормально. Плата была изначально производителем покрыта чем-то наподобие то ли лака, то ли какой-то смолы, и она также не отислилась и ничего не повредилось. Давайте ее снимем. С обратной стороны, вот видно на микросхеме остатки этого напыления, и тоже ничего не повреждено. Производителю зачет за то, как это все было сделано. Здесь у нас находится двигатель с насосом, соответственно, трубка, которая идет на забор жидкости из емкости. И вот эта вот часть, не знаю видно или нет, такой вот небольшой цилиндр, это скорее всего так называемый пенообразователь, или как иногда пишут, пенная таблетка. Если с мотором все нормально и насос у нас не забился, это мы сейчас тоже проверим, то скорее всего проблема именно вот в этой вот пенной таблетке. Давайте продолжать разбирать. Так, надо понять, как это... Ага, оно у нас уходит туда вниз, соответственно, сейчас открутим пенную таблетку. Снимаем ее, и теперь весь дозатор можно извлечь из этого корпуса. Внутри небольшие отложения от мыла. Так. Соединяем трубку. Это у нас пенная таблетка. Давайте попробуем ее продуть. Есть у меня вот такой вот шприц. Сейчас попробуем воздухом проверить, пройдет ли воздух через нее. Ну да, воздух более-менее нормально проходит. Давайте попробуем, наберем чуть-чуть мыла. И поработаем, так сказать, насосом. Мыло тоже у нас проходит. Это уже хорошо. Значит, пенная таблетка более-менее чистая и должна как-то работать. Если дело не в таблетке, то, возможно, дело в насосе. Давайте разберем и его. И, наверное, я погорячился, потому что, скорее всего, мне не удастся снять насос. Мне мешают провода. Нужно еще отсоединить и вот это вот донышко. Вот. И все равно мне непонятно, как снять насос. Кстати, заодно сейчас можем проверить вот эту вот систему. Возможно, здесь тоже что-то где-то забито. Нет, она тоже проходит нормально, воздух. Надо будет только промыть. Так, может быть, здесь держит винт еще не до конца открученный. Там мешал винт. И теперь все равно можно попытаться добраться до нашего насоса. Собственно, вот весь насос этого дозатора. Небольшой моторчик и на нем вот такая вот пластиковая конструкция. Давайте разберем и ее. Главное запомнить, как все было собрано, чтобы потом собрать. И вот он наш насос. Здесь у нас просто на валу стоит шпиндель, который немножко смещен от центра вала. Одевается он на вот эту вот конструкцию. И за счет того, что он немножко смещен, эта конструкция двигается вот таким вот образом. Соответственно, при ее движении срабатывают вот эти вот небольшие емкости пластиковые. Они то сжимаются, то разжимаются. И за счет клапанов вот в этой вот части, вот это вот клапана, через которые может проходить, соответственно, мыльный раствор. За счет этих клапанов работает насос. То есть сначала емкость у нас сжимается, при этом клапан открывается. Это просто резинка, которая в одном положении она прижимается, в другом она... То есть вот так вот это все работает. Такой принцип. Когда эта емкость у нас сжимается, она создает давление. Давление давит на эту резинку, прижимает ее к пластику и не дает выходить мылу. Но одновременно оно давит на вот это вот отверстие. Это отверстие, через него мыло приподнимает вот эту вот резинку и мыло может выйти в центральную часть. Когда же эта емкость, наоборот, растягивается, она создает небольшое разрежение. Соответственно, вот эта резинка прижимается и перекрывает все отверстия. А эта резинка, наоборот, оттягивается и через отверстия, которые есть вот здесь вот вокруг нее, мыло может попадать в эту конкретную полость. Соответственно, двигая мотором по кругу, каждая полость постепенно работает как небольшой насос, который то закачивает мыло, то выдавливает его наружу. И вот это вот все нужно будет очень тщательно промыть, потому что резинки могли закиснуть, залипнуть. И из-за этого может не качаться мыло. Так, сейчас я это все буду мыть, потом соберу насос и проверим, как он работает. Итак, части насоса я помыл, пусть они немножко обсохнут. А мне все-таки интересно посмотреть на вот этот вот пенообразователь. Он, похоже, тоже разбирается. И внутри у нас вот такой вот небольшой цилиндр. Скорее всего, он полый, но с каждой стороны цилиндра у нас находится очень мелкая сетка. И я не знаю, видно ли это на камеру, на мой взгляд, она довольно-таки сильно забита на данный момент чем-то типа остатками мыла, отложениями. Работает это все, скорее всего, как обычная губка. То есть, когда мы подаем через первую сетку мыльный раствор, это то же самое, как когда мы берем и сильно сжимаем губку. Он проходит через мелкие поры, вспенивается. Дальше уже частично вспененный раствор проходит через вторую сетку, вспенивается еще сильнее. И на выходе мы имеем, собственно, мыльную пену. Давайте попробуем это все еще раз промыть под давлением. Вы можете видеть, что вода выходит где угодно, но только не через эту губку. Скорее всего, она действительно забита. Я думаю, она должна практически герметично сидеть внутри вот этого вот цилиндра, чтобы вода проходила именно через губку, а не вокруг нее, через вот эти вот сеточки. Должно проходить мыло, и оно должно вспениваться. У меня же в данный момент, похоже, она сидит уже не очень плотно. И мыло проходит вокруг нее, из-за чего оно может не вспениваться в процессе. Иголка для нее слишком толстая, я боюсь ее проколоть. Ну, сейчас попробуем. С одной стороны я ее чуть-чуть проколол. Не знаю, скорее всего, от этого все будет работать только хуже, но попробуем через это отверстие промыть фильтр изнутри. Вода стала проходить гораздо лучше, но не знаю, не повредил ли я там вот эти вот сеточки. Мотор внутри начал немножко ржаветь. Не буду его отмывать, чтобы не сделать хуже. И теперь давайте попробуем собрать всю эту систему обратно. Вот это вот кольцо с клапанами одеваться может на насос любой стороной. А верхняя крышка одевается по вот такому вот небольшому ключу, только в одной позиции, когда она совпадает с ключом на вот этом вот кольце. Если попытаться одеть крышку как-то иначе, то насос плотно не соберется и у вас будет щель. Так что ошибиться при сборке практически невозможно. Итак, насос мы собрали. Теперь его устанавливаем назад на его законное место. Сверху на насос одевается вот эта вот крышка, которая его удерживает. Кстати, вы можете видеть, что вырезы в крышке тоже сделаны несимметрично. Так что одеть ее можно только одним единственным образом. Так, а теперь можно попробовать включить мотор и проверить, что он у нас продолжает работать. Мотор у нас работает, все хорошо. Ничего с проводами мы не сделали. Если я не ошибаюсь, то подающая трубка была одета на боковой ввод, а выход был именно с центральной трубки. Как-то вот так это все должно выглядеть. И давайте попробуем проверить, будет ли работать наш дозатор. А-а-а-а-а! Да, он выдает пену. Конечно, она уже не настолько хороша, как была в первый раз, когда я его только получил и делал обзор. Ну, в принципе, он еще какое-то время поработает. Так что сейчас нужно только это все собрать до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Ремонт можно считать удавшимся. Как вы могли видеть, дозатор изнутри сделан довольно-таки неплохо. За все время эксплуатации практически не пострадал. Ничего там не сгнило, не поржавело. Не пришло в негодность. Разве что забились фильтры, забился вспениватель. Из-за чего перестало идти мыло. Достаточно было только разобрать его, помыть и все опять заработало. На этом все. Ремонт закончен. Пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА